ну что друзья всем привет этого теста могло бы и не быть но если честно я очень удивился этому автомобилю вы скажете что тут такого обычный range rover sport рестайлинговый который сделал такие фары спереди чтобы вы если что их отламывали но нет первое от чего вы просто офигеете это то что у него под капотом потому что вот здесь у него написано p400 и это вот очередные как бы штуки маркетинговые как обычно у всех сейчас уже у немцев вот теперь у англичан у китайцев у всех подряд короче уже вот это идет потому что p400 это совсем не значит что это то же самое что p400 е то что p400 е там двухлитровый торбодвигатель новый инжене он 300 сил плюс электромотор на 100 с небольшим сил который в совокупности вам дает 400 там 5 407 нет здесь нет двухлитровый двигатель тоже двухлитровый двигатель инжене в 300 сил у них обозначается отдельно с ай 4 но у них есть еще p400 и p360 что же это черт возьми такое если это никак не коррелирует с тем где у них есть такие обозначения ну то есть англичане как всегда постарались чтобы все было наглядно и вот этот маркетинг дает свой отпечаток здесь под капотом совершенно новый двигатель и он просто чумовой почему потому что это трехлитровый рядный двигатель шестицилиндровый мощностью в 400 сил ну и как бы вроде бы да еще 400 сил ну как бы крутая отдача ну конечно не такая крутая как у них у двухлитрового двигателя 300 сил получается потому что они могут оказывается и больше но тем не менее они постарались привнести нотку надежности свой супер автомобиль рядную шестерку же трудно испортить правильно каким образом они это сделали ладно если бы он был просто рядный и просто атмосферный то все было бы хорошо но они решили если уж делать турбокомпрессор то давайте максимально его сделаем навороченный он двухпоточный нижнюю как ну как сказать нижней с низов у вас чтобы сразу появлялась тяга и не было турболага работает электрический нагнетатель он вам фигачит 120 тысяч оборотов в минуту и соответственно никакого турболага и вся мощность у вас практически самых низов и ты не замечаешь практически когда ты едешь какой бы ты недостачи но она есть но она больше связана на самом деле с повадками этого рейндж ровера потому что это же все-таки рейндж ровер он не может просто так взять и поехать как бмв с низов до сразу тычками рывками какими-то нет но тем не менее хотя у нас остались кое-какие вопросы после нашего теста с туарегом ведь мы гонялись туарегом трехлитровым дизелем которого гораздо меньше сил и который по паспорту гораздо медленнее но тем не менее что-то пошло не так вот оно ускорение давай нет 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 вот ты чувствуешь он еле меня обгоняет вы серьезно а это значит и наталкивает меня на одну мысль что с надежностью из из конкретно с работы этого двигателя есть некоторые вопросы которые опять же связаны со многими факторами связанными с вашей эксплуатации с вашей ездой на этом автомобиле давайте попробуем разобраться в них отправившись в нашу мастерскую ванга вания на ведрах с болтами мы его решили вам немножко показать по технической части то что наверно накручено здесь достаточно много всего до кошмарно много всего здесь здесь турбокомпрессор ух ух да вот сейчас мы вам это покажем и попробуем объяснить на пальцах простым языком что все это значит для машины рядная шестерка с гигантским просто турбокомпрессором двухпоточным двухпоточным на 48 вольтах и турбокомпрессор раскручивается до 120 тысяч оборотов в минуту так 120 тысяч оборотов в минуту турбоэлектро омега газмирс компрессор да это нереально круто сейчас я хочу туда а можно вообще мотор скинуть на стол и посмотреть обыкновенная турбинка она дует и типа там бары не бары и машинка типа быстрее ездит и мощнее а здесь это все сделано так это турбина в ней турбина рядышком и еще турбина это как экзибит прокачал турбину турбины да 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 турбину турбины прокачал и одна как бы работает потоком обыкновенным а вторая электрическая это гибрид как шпыр гонет до 120 да и это было на некоторых других марках с большим кузовом но здесь здесь ребята 120 тысяч оборотов в минуту я вообще не слышал чтобы хоть одна турбина крутилась 120 тысяч оборот как ты думаешь долго она будет так крутиться и что для этого нужно было сделать крутиться будет нефритовый стержень нефритовый стержень а крыльчатка из этого и как за алмаза нет не алмаза но в эти с этим щитом то как он вибраниум вибраниум из вибраниума короче понятно и как вы понимаете конечно же land rover все это сделано во первых начнем с того что это рядная шестерка и здесь все провода они находятся как в развале в допустим 8 или 6 да 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 где там магма плавится и все слипается здесь это лежит на поверхности я вижу часть с катушек зажигания это идет все в пластиковом коробе а еще здесь все проложено вот такой теплополгощающей губкой пористой который берет на себя тепло и со временем превращается в труху и потом отдает это обратно а потом это все крошится во всякую во всякие технические отверстия нового образования весь вакуум идет по верху все вакуумные трубочки я смотрю идут по верху здесь вакуум идет по верху по задней стенке мотора идет вакуум это хорошо это хорошо то что они мотор не греет их и они не рассохнут я смотрю то что со стороны выхлопах вернее выпуска отработанных газов ну как и стоило думать все в термоизоляции и тут есть провода прям рядом с выпуском но они тоже типа в изоляции но это ненадолго я скажу так самый большой попадос вот этих всех на на супер мега технологий это в том что нож очень много вакуумных шланчиков проводочков и все это очень близко скомпонована потому что хотят сэкономить пространство хотят сделать из рядной шестерки рядную трешку по компоновке но не получается это все пихается пихается очень близко ну и это приведет с последствием к таким что это начнет сыпаться есть они не намудрили здесь именно с механикой с поршневой группы с блоками с блоком вернее с выпуском впуском то и не будет конструктивного разрушения то я думаю этот мотор походит потому что ну рядная шестерка но это надо очень постараться чтобы загубить рядом шестерку рядом восьмерку рядный мотор вообще я считаю что рядный мотор это одни из самых сбалансированных не зря бмв сделали моторы и дара аллергия на бмв поэтому не обращает внимание вот поэтому мы купим бмв скоро это была не шутка вообще-то а так ну я смотрю выпуск верни впуск пластиковый в металлической обойме пластик металл пластик металл пластик металл пластик металл все кто изучался про мат тот знает что как говорит моя дочь для примера электричество с водой не дружит также и пластик с металлом даже со сплавом алюминия не совсем дружит потому что степень сужения и расширения при тепловых нагрузках он разный пластиковый впуск во всю длину идет вот ну и вот там вот он где пальчик а я вам сейчас покажу как этот пластиковый впуск прикручен к блоку ну тот же сопромат да пластик металл вот так усенькой вот такими штучками у нас прикручен болтиками да да малюсенький ничего это значит они что да как ну как впуск вот таким вот может быть перекручен а вот скажите мне вот это что такое профессионалы это пакетики в которых перевозят наркоту ну вообще обычно чтоб не отсыревало перепихают с пакетами эту шумку шумку которая копит себе воду она не копит теперь воду да да хочешь потрогать копит сухая перчатка а вот этот мешочек он чё пропускает воду мешочек но они нами подумали что капот то алюминиевый если там будет скапливаться вода то ничего страшного да если вода будет в капоте но это лучше хорошо положительно скажется на шумоизоляции с водой да когда он пропитается он будет себя воздух воду поглощать звуки и звуки да да ну тогда все понятно тогда вопросов нет коробка тут восьмиступенчатая так ну вот zf zf как будет ходить так и будет ходить как обслуживаются не обслуживаемое будет так ездите будет до нормальный отзывы я говорю кто не обслуживает тот не ездит тот вернее ездит на эвакуаторах на обслуживание то коробки обслуживает тот не ездит часто сервис нормально нормально коробки ну и 48 вольтовая сеть так как она себя будет показывать кто у нас тоже из группы вак же да сделали первое без непонятно да она audi на всех сейчас практически премиальных есть это все дело да и как она будет себя показывать это большой большой вопрос я не верю во все это чудо это магия ну а что делать зато ты ездишь теперь вообще не замечаешь как что заводится как где чего подключается видишь турболагов нет у тебя ой едешь себе спокойно что ой что мой а это что масляный фильтр это точно рядная шестерка этот в рядную шестерку он маленький но я понял он очень маленький но кажется мне что как бы рядная шестерочка то с таким фильтриком то возможно и не долго поездит почаще меняйте масло до сразу всем владельцем меняйте масло и фильтра и фильтра и желаю делать вернее советую это делать на официального дилера ну мало ли там гарантия мало ли там масляное голодание последнего цилиндра вдруг образуется что это за сапун сапунчик сапунчик вот тоже вот вот все закончился запун он как бы лежит здесь около воздушного фильтрика так вот не презентабельно так вот 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 так вот просто так вот лежит вот так ну ну и короче понимать да британцы ты себе не изменяют качестве сборки нет так кинул вот так вот по капотам прижмется и нормально не будет трястись а если капотом не прижмется он будет делать такие звуки а так капотом прижался и все нормально зато какой кронштейн под него сделали ну прям кронштейн а зато то что он здесь вот так вот ладно зато брод поедет в рот поедет вот он через это вот так вот булька и все булька булька то вот не бульку он видишь как продумано здесь вот не бульк чтобы был я высмотрел то что каталик и впуск вокруг него вообще ничего нету это очень круто никаких проводов я не вижу все каталик далеко глубоко греет ноги пассажиру ну короче на двигатель вряд ли он как-то повлияет до негативном смысле на черт нам заморачиваться сюда делать мягкую гофру а возьмем мы припаяем ну и припаяли мы тут что нам делать хомутик то здесь сделали ладно о так я такой же хомутик купил в магазине запчастей норма 6585 вот он норма норма огонь слушай значит ты можешь сходить это ремонтопригодность ты можешь сходить до обычный магазин да и купить хомутик да за там сколько 30 рублей да ну и там же наверно прикуплю оптоволокно до проводочку ну там пару актуаторов впуск сто пудов где вас продают данная часть есть ну а с ним это сам бог там каждой наверное это каждой забегаловки чё все смотришь и смотришь я смотрю где ничего еще могли не докрутить чтобы я быстренько подправил и машина это долго долго ездил они же не могут давать и что платят за это я не понял чё там 3000 до скручен до изоленточек то уже все уже произносилась вот ободралась потому что тоже болтается так да и скоро приедет скоро приедет ну да есть 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 но это реально да да называется докопайся до отличника докопайся до отличника но тоже почему вот не взять вот сюда да вот сюда вот и что-нибудь просто не закрутить для красоты ну просто для красоты или заглушечку поставить ну это же вот вот техническое отверстие они нарезали и оставили здесь может другой версии что-то здесь есть не ну ну если в другой версии ну закройте вот эту вот порнографию ну вот это вот что-то ржавеет кстати что-то тут не хватало рычаг ржавеет вот нельзя разве заглушечку жмяк ладно бмв они себе не звезу привезу тебе бмв как надо не призводить привозить вот это вот расскажешь нам а то тут уже столько косяков нашел посмотрим что ты скажешь я расскажу но вообще мне очень нравится ленд ровер рейдж ровер игуар это машины самобытные очень со своими незменными косяками которые их все равно да даже несмотря на них точнее их все равно куда поют походка аристократическая походка походка по дороге уже и в сервис поехал ладно как не пошутить да не ломаются сейчас не ломаются до восьмидесяти тысяч километров точно не ломается прям сто пуду зуб да и да а потом как карты лягут не ждем когда начнутся начнут отрыгивать турбины 48 вольтовой сети лопаться пластиковый впуск все ранга ванга ванга ванне завершена ванга ванне от дядюшки эльдара и еще один факт который говорит немножко о надежности которые которые тоже нужно принимать во внимание это как раз таки те самые заслонки которые после интеркулера у тебя с этой стороны то есть актуатор их сразу после интеркулера сами заслонки дальше так вот у предыдущих поколений эти заслонки часто рассыпались со временем и это была одна из частых болячек у рейдж ровер поэтому что они сделали в этом поколении как вы думаете они сделали заслонки не из пластика который будет рассыпаться нет они убрали эти заслонки нафиг и сделали что-то другое нет они оставили эти заслонки только благодаря тому что теперь двигатель еще у нас рядный эти заслонки расположены прямо во впуске и теперь когда они рассыпятся угадайте что будет в общем посмотрим не хочется вообще конечно нужно еще сказать такую вещь что не хочется сейчас вот говорит что так и будет сто процентов потому что мы в мастерской вам прям ну как бы может быть отговорили от покупки например даже да и возможно или вы посмотрели подумали ну нафиг мне таких проблем не факт что все это будет любую новую машину нужно посмотреть со временем что будет у всех владельцев кстати если вы подумаете о покупке нового автомобиля то удобнее и выгоднее всего это сделать через автоспот точка ру ведь тут собраны все предложения по новым автомобилям в наличии по реальным ценам со всеми скидками что есть у официальных дилеров и теперь кстати вы можете посмотреть при каких условиях эти скидки вы получите ну а если у вас уже есть автомобиль то вам пригодится сайт автоспот для того чтобы найти лучшие цены и скидки на плановое техобслуживание и записаться в удобный для вас автосервис онлайн для этого переходим в раздел сервис этого нажимаем найти лучшую цены далее выбираем марку модель модификацию какое-то планируется и видим карту и цены на обслуживание у того или иного дилера сравниваем цены скидки и записываемся на сайте представлено предложение только от официальных сервисов поэтому можете не переживать по поводу гарантии на ваше авто и в данный момент онлайн запись уже доступна для москвы и питера ссылочка как всегда в описании обычно как бы в новую машину почему все советуют брать там через годик через два когда как раз первая волна пройдет уже всем ошибки отработает и дилеры представитель и может быть уже какие-то заплатки сделает и потом все когда все хорошо можно уже все все спокойно дышей пойти и отдать семь с половиной миллионов за автомобиль в котором ты хотя бы будешь примерно представлять что когда сломается или уже не сломается или уже может быть и починена и убрана так вот в чем фишка это автомобиль за что вы его вообще полюбите зачем он вам так понравится и почему именно его нужно будет взять мне всегда нравился range rover sport если честно особенно предыдущее поколение когда вот он был именно рублен им именно вот этот вот они привнесли вот характер понимаете там все ясно было с характером просто потому как он выглядит и поэтому когда они сделали его сейчас вот таким зализанным я уже этот характер так то и не вижу особо и естественно мы куда поехали его раскрывать ну конечно же вот в пробку где еще раскрыть характер рейдж ровер рейдж ровер спорта именно в вот так вот вам и придется ездить практически но большую часть скорее всего времени что они так по сравнению с тем как это было да он стал более каким-то тугим потому что главное что я запомнил из предыдущего поколения это то что руль был легким легковесным а здесь как будто они сказали так у нас же спорт для чего вы сделали его таким вот легким как будто это рейдж ровер пусть он будет легкий в рейдж ровере а в спорте мы сделаем его тугим и и сейчас ты ездишь и даже напрягаешься действительно напрягаешься даже в режиме комфорт самым обычным немножко напрягаешься с рулем это вот основное такое отличие главное от предыдущей модели которая в скорее всего вы заметите вот прям сразу же пожалуй вы по моим словам могли неверно понять что мол он не такой комфортный как был раньше или он вообще не такой комфортный как должен быть рейдж ровер но конечно же нет он всего лишь не такой комфортный как сейчас его основные конкуренты хотя по большей части всех своих времен и народов он выделялся на фоне них своей настройкой легкости управления и ну да скажем так есть у него особенности которые ни с кем не перепутаешь он комфортный не переживайте просто чуть менее комфортный чем сейчас другие пневмоподвески у бмв и audi сравниваем в первую очередь с ними что нравится нравится пневма нравится что она быстро работает нравится настройка в ну как я вам и говорил что вот это все хорошо подогана на подобрана да он стал чуть спортивнее но к этому ты тоже привыкнешь и тебе будет нравится может быть он не такой маневренный и поворотливый благодаря чему бы то ни было вот на самом деле это парадокс и в том числе и в поворотах в принципе вот эти крены до которые у него возникают ты думаешь а какого фига он же типа жестче но если торг например был у нас комфортнее или audi q8 было комфортнее он будет и поворачиваями поворот ли в поворотах более такой задорный почему даже да даже они будут задор не почему потому что есть система которая подруливает заднюю осью вот так вот да когда на парковке тебе надо куда-то зарулить поэтому ты это ощущаешь насколько меньше этот радиус разворота и устойчивее и на большей скорости потом ты же как и проходишь эти повороты ну вот звук вы я думаю ощутили звук хорош как ни крути звук рядной шестерки турбированный снаружи его нет он здесь то есть ты ощущаешь что вот он здесь динамиков ну не знаю не понял если честно может быть он так завуалирован хорошо что если из динамиков то это он но вроде бы это вот вот где он тут есть оттуда он и идет видимо рядная шестерка все-таки вот так звучит но до выхлопа этот звук не добирается такой какой бы хотелось бы тренджа а еще то что вот он мягкий гибрид вот это да то что называется мягким гибридом 48 вольтовая сеть о которой мы так много говорим которое позволяет в том числе очень мягко работать системе старт-стоп хотя тоже ты можешь все-таки найти тот самый момент подгадать да с отпусканием педали тормоза когда вот он только заглохну и ты тут и вот сразу отпускаешь на фрукту делает делает ну никуда не скрыться от этого не уйти но тем не менее достаточно мягко во всех остальных ситуациях когда ты просто на светофоре стоишь когда ты действительно это систем старт-стоп в тему работает они когда ты вот вроде бы она ну такая у всех старт-стопов она есть к сожалению этого не отнять вальяжный такой ненапряжный спокойный абсолютно спокойный никуда не спешащий не как не шебутной типа давай я тут сейчас чуть тем покажу нет 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 ты на нем едешь абсолютно вот как 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 все так как надо у тебя сложилось и ты молодец это основное что вам нужно знать во время езды на рейдж ровер спорт п-400 потому что все будет зависеть от двигателя как вы понимаете чтобы понять насколько он классный недостаточно ездить на нем только по асфальту чтобы понять насколько он хорош насколько в нем всего англичане соблюли и сделали вот это цельный продукт они вот точно также знаете вот у них такое ощущение что у одного из главных разработчиков или просто у королева королева им сказала я вообще-то кроме того что должна ездить данный рейдж ровере я еще ну бывает даю там своим сыновьям внукам правнукам про про правнукам ездить на охоту например или куда-нибудь за город или еще куда-либо поэтому пока королева жива я больше чем уверен пока королева жива у них будет вот такой полный привод который будет мега крутой даже на спортивном рейдж ровере у которого 400 сил даже у да у любого рейдж ровера он будет именно такой вы сможете сесть рейдж ровер и проехать там где даже прадики иногда не проедут даже несмотря на то что разница в цене будет в два раза и вы это все сделаете в роскошном салоне кстати насколько он роскошный давайте подумаем посмотрим это land rover range rover range rover это значит что обивок может быть бесчисленное практически количество разная кожа за все нужно доплачивать в итоге вот у нас собралось такое сочетание это карбон это синяя кожаная обивка или не очень кожаные вот этих мест это кожаная обивка вот этих мест это вот такой потолок алькантара типа типа замша алькантара прикольная но у land rover у ягуара всегда потолки были такие вот что прям хочется тереться щеками об них потому что ну они такие мягкие плюшевые прям ну класс короче да я вам в тесте с туарегом сказал такую вещь что несмотря на количество дисплеев а их здесь действительно много это уже выглядит старым ну конкретно вот этот не выглядит старым он отличный по качеству все хорошо эти в принципе тоже такие знаете как будто бы по качеству все хорошо вот несмотря на то что тут заляпан но это ладно мы мерили там все такое но тем не менее они уже устарели просто потому как долго они работают как тяжело тебе вот во все эти менюшки под менюшки заходить вот это что было скажите как будто у вас помехи на телевизоре на ламповом там зависимости от чистоты сигнала ну как бы ну такое не не понимаю как это может быть в машине за 7 миллионов хотя они тоже сделали вот эти штуки типа ну как почти все сенсорное но вот такой кружок до попадая каждый раз с режимами особенно во время езды или еще где бы то ни было но неудобно неудобно вот это прикольно да то что сделали молодцы это как туареги какие-то функции оставлены специально крутилками за это типа все вот любят range rover вот эта фишка на тоже это об этом нужно говорить то что это мало у кого есть у лендровера у рейндж ровера вот спорт есть также как у большого рейнджа то есть все красиво все хорошо что круто вот это вот эти кнопки вот эти системы конкретно которые здесь собраны вот это вот островок крутости лендровер рейндж ровера здесь все ты выбираешь как раз вот то что тебе пригодится когда бы то ни было хотя вот здесь программ комфорт если что авто да но вообще вот если что чтобы не тыкать туда куда-то куда бы ты там ни было ты можешь потыкать вот именно здесь здесь у тебя камни малый ход грязь колея гравий снег комфорт эко но тоже долго вот непонятно я сначала прокрутил а как он распознает он не распознает эти прокруты пока ты вот медленно не начнешь переходиться на на другой ничего у тебя не будет опять же пневмо здесь все понижающая передача дверки закрывают грязи нет садишься на третий этаж все рубрика выпад-выпад верты рейнджа то есть мы хотели сделать как лучше а потом нам сказали что нифига подобно то есть что можно было сделать вот этими блоками например управление зеркалами кнопками чтобы это выглядело круто вот они сделали как будто это супер сенсор но нет это кнопки по-прежнему то есть ты нажимаешь в уголки вот этих вот нажимаешь в уголки нажимаешь вроде бы уголки вот чтобы закрыть зеркала ты должен нажать в середину потому что если ты чуть-чуть не в середину нажимаешь и поймешь что происходит короче сюда нажимаешь вокруг вот сюда нажимаешь это уже складывание зеркал ну в общем вот такая система фигли мигли называется вот эта интересная штука то есть вроде бы это все равно кнопки да такие не сделали их черными как бы новыми такое прям прям веяниях неплохое но оказывается что это все-таки еще и сенсоры и ты можешь их накручивать как практически как сосочки понимаете и самое главное что нет как mercedes вот это вот вот я рукавом или что-то делаю случайности нажатий нет об этом подумали ни один из названных мною соперников не будет круче вне дорог и благодаря тому что они вот это совместили ему приходится немножко страдать на дороге и это ты понимаешь потом и ты понимаешь что более идеального сочетания и того и сего у вас не будет ни в одной машине скорее всего они все будут с уклоном в этот опять же самый асфальт да ну или там какие-то прибыл кто-то ну нет большинство конечно хороших производителей все-таки продолжают гнуть свою линию и говорит да мы это сделаем потому что мы можем мы сделаем этот полный привод мы сделаем эту понижайку даже несмотря на то что клиентам она не нужна все равно мы сделаем потому что мы можем потому что мы крутые некоторые отказываются со временем от этого потому что процент покупок вот со внедорожными пакетами все больше ну точнее как он все меньше отказов все больше соответственно типа о чем мы делаем просто так нет это не подход рейдж-ровер и даже не подход рейдж-ровер спорт даже с джордж-ровера с добавкой спорт представляете насколько сильны их традиции и не только традиции мне кажется здесь больше насколько сильны их королевы я не стараюсь никого отговаривать я просто пытаюсь передать вам мысль этого автомобиля для чего он и почему потому что ну действительно оффроуд вы уже можете посмотреть на канале click on car сегодня мы попробовали рассказать вам за что его боятся стоит ли его бояться можно ли его купить и не париться и за что его купить в том числе поэтому всем спасибо огромное за внимание пишите в комментариях понравилось ли вам наша рубрика с вангованием потому что если понравилось то мы будем делать это вновь и вновь автомобиль прекрасен и я не могу вам помешать его купить как обычно и никто не сможет вам помешать его купить если он вам нравится как это мой совет всегда во все времена если вам нравится автомобиль не слушайте никого берите ездить потому что именно тогда он будет вам доставлять именно те эмоции которые вы хотите получить от новой машины они послушать кого-то и пойти купить toyota camry ну типа того да вот обычно же как она надежно иди бери ну ты удовольствие не получишь от машины если она тебе изначально не нравился кто-то искал купить поэтому нравится range rover берите есть за что он действительно хорош во многом но будьте осторожны и на этом все всем спасибо огромное за внимание и до новых встреч пока Субтитры сделал DimaTorzok